Всем привет! Начинаю новый влог. Мы здесь выбираем цветы на могилу. Правда, выбор здесь небольшой. Не знаю, насколько эти цветы соответствуют тому, что нам нужно. Вроде как, это обычные просто цветы искусственные, которые можно поставить где-то дома, например. Вот. Я ещё купила себе бумагу, потому что изначально взяла очень мало бумаги. И вот решила взять себе вот такой вот. Ой! 7 монат, кстати, стоит, кому интересно. Решили взять вот такие. Вам здесь ещё, смотри, какие есть. Как подсолнухи красивые. Или корзиночки. Но это, наверное, не совсем для могилы, да? Вот такие для могилы. Я тут просто залипла. Смотрите, какая красивая посуда здесь. Даже в Баку не видела такие сервизы. Настолько красивые, эстетичные. Вот такие. Красивая окантовка такая вот золотая здесь. Аккуратненько смотрится. Но мне больше вот этот нравился. Прям топчик. Или вот такой белый, вообще без ничего. Классика чистая. Так просто, чисто сравнивая цены, я понимаю, что здесь намного дешевле, чем у нас в Баку. И выбор такой, знаете, неплохой. Есть всё, что угодно. Что хотите, есть. Большой такой магазин. Я просто зашла в раздел именно с посудой. И очень классные такие вот изделия. Смотрите, как красиво. Очень эстетично. Но я не знаю, опять же, на мой вкус просто шикарно. Я бы с удовольствием в гостиную поставила бы вот такие, вот такую посуду. Кстати, по ценам. Я думаю, вам всем будет интересно узнать, сколько стоит такой сервиз на 12 персон, состоящий из 130 деталей. Элементов, или как правильно сказать. В общем, он стоит 640 монат. Мне кажется, очень хорошая цена для такого большого наборчика. Сета, как я люблю говорить. И меня все исправляют, что сета. Это только в роллах что-то несёшь. Но вот такой мне, честно, не очень. Я не знаю, как вам. Мне как-то не нравится. Стакан хотела себе взять. Но что-то мне ни один дизайн этих стаканов не нравится. Остановилась на вот этом вот. Как он вам? Красиво вроде. И стоит всего 80 копеек. Вот такой. Я бы, конечно, хотела побольше. Но ведь мне не нравятся внешние. Хотя вот этот ничего так. Можно его взять. Ну нет, наверное, возьму всё-таки этот. Ну всё, закончили все наши дела. Теперь едем. Не всё? Ещё что-то? Ещё что-то? Всё, всё. Надо продукты взять, да? Ну, вообще. Окей. Теперь мы идём вам здесь в дверь. А, здесь ещё такая тележка. Очень. Прошу. Вот так выглядит деревенский продуктовый магазин. Здесь всё, что угодно. Так. Я люблю вот такой. Правда, сравнить цены, наверное, у меня не получится, потому что я не помню, что сколько в Баку стоило. Обычно не обращаю внимания на такие вещи, поэтому сравнить цены я, к сожалению, наверное, не смогу. Смотрите, что я здесь нашла. Это мармелад со вкусом Кока-Колы. Да, блин. Ой. Ой, мамочка. Хочу снять короткий ролик-шот, как я это пробую. Посмотрим, зайдёт вам или нет. У них продаётся вот в таких вот шкафах интересных. О, вау. Горячий хлеб. Смотрите, что я здесь нашла. Вазелин. 20 копеек стоит. Он напоминает мне моё детство. В детстве у меня был такой вазелин. Он как-то не очень пахнет, поэтому не берём. Я не знаю, правда, вам будет это интересно или нет, но посмотрите, какая разновидность Чокопай. Здесь у нас клубничка. Вот такой. Классический. Я даже в Баку не видела такой разновидности. Пока что наша корзина выглядит так. Взяли формы. Три упаковки. А, нет, две. Нет, три. Короче, конфет, лучок. Папа пошёл за мясом. Будем делать шашлык. Я взяла себе кислую пастилу, хлеб, конфеты и всё. Какая собачка. Мы давай кусочек хлеба ей дадим. Мне её жалко. Ещё купили муку. 10 килограмм. Он, кстати, меня укусил. Прикиньте, когда ему давала хлеб, Боже, он меня укусил, как дымок. Я, кстати, начала снимать этот влог на свой айпончик. Как раз посмотрите, есть ли отличия между камерой Canon и обычной фронтальной камерой 14-го айфона Pro Max. Мне кажется, что на Canon гораздо лучше. Особенно передняя камера. На мой взгляд, снимает очень слабенько. Правда, я выгляжу тоже не особо. Вся такая потрёпанная, усталая. Сейчас папа пошёл за мясом. Уже несколько мест мы обошли. Нигде нет баранины. А некоторые места вообще закрыты. Не знаю почему. Уже доехали обратно до Хачмазы. Это город. Город той деревни, в которой мы сейчас находимся. И, в общем, нигде нет мяса. Но мне так хочется шашлык. Я даже купила это. Красный лук, который сочетается с шашлыком. А барбарис и всё остальное. Поэтому я не уеду отсюда без мяса. Нам нужен шашлычок. Поэтому папа уже обошёл столько мясных лавок. Нигде нет именно баранины. А с говядиной шашлык получается у него очень вкусный. Поэтому мы ищем дальше. Вот здесь мясная лавка. Здесь. Вот здесь ещё мясная лавка. Мама говорит, там баранина была. Просто папе она не понравилась. А ещё очень не кстати у меня сломался ноготь. Точнее, он не то, что сломался. Здесь появилась небольшая такая трещина. И я, как всегда, поковыряла. И вот такой вот у меня результат. Не знаю, как я буду так ходить ещё месяц. Но все остальные ногти нормальные. А вот этот вот пострадал немного. Приехали. Сейчас будем делать шашлычок. Я купила себе бумагу. Не знаю, вам показала там или нет. Бумагу А4. Или бумаги лишней не бывает. Потому что я вовсю делаю бумажные сюрпризы. Тут стараюсь. Первые несколько шампуров я сразу взяла себе. Тут у нас лучок. Я в последнее время, кстати, начала кушать вот такой красный лук. Но когда лук плавает в супе, он меня раздражает. Но вот так вот я его люблю. Здесь у нас огурцы. А вот это вот мы замаринуем. Наверное, завтра будем ещё делать шашлык. Смотрите на его. Твикс уже прогоняет. Здесь просто Алекс. Смотрите, какой слюк. Я не могу. А дальше уже я продолжаю снимать на свою камеру Canon. По мне, звук на телефон получается очень слабенький. И картинка тоже. А вы обязательно ваше мнение пишите в комментариях. Стоит ли дальше снимать на телефон влоги. Сегодня мы изрядно потрудились. И многие моменты я даже не засняла. Точнее, мне даже в голову не пришло это снимать. Пришла наша соседка, которая, кстати, является моей подписчицей. Она не пропускает ни одно видео. Мне, честно, очень это приятно. И она зашла и говорит, айка, ты тут работаешь. А чё ты это не запечатлила? И тут я понимаю, что здравую мысль, говорит человек, сразу притащила камеру и уже дальше начала снимать весь процесс покраски. Сказать честно, я получила колоссальное удовольствие от этого процесса. Я очень люблю запах краски и вообще люблю красить. Я была настолько увлечена процессом, что даже не заметила, что выгляжу просто как бомжиха. Нерасчесанная голова, петухи. Господи, как я выгляжу. Но всё равно эти моменты я решила вставить в лог. Ничего страшного, вы уже привыкли видеть меня, любой. Фронт работы здесь просто огромный, поэтому покрасить всё мы, скорее всего, не успеем. Я теперь понимаю, почему папа так торопился в деревню, потому что здесь работы просто навалом. И мы, естественно, ничего не успеваем. Даже с учётом того, что мы приехали в тот же день, когда папа прилетел. Всё равно мы не успеваем. Дом, в котором никто не живёт, естественно, пыль, грязь, нужно убраться. И, естественно, наверное, вам было бы интересно всё это увидеть со стороны. Но у меня просто физически не было в этот раз времени это всё запечатлеть. Поэтому в этот раз влогов получилось очень-очень мало. Пока я здесь красила, меня поддерживал мой друг детства. Рассказывал истории. И он стоял за кадром. И вот вечно он мне рассказывает какие-то истории из детства, которые связаны со мной и с ним. Но я эти истории совершенно не помню. Возможно, это из-за того, что он немножко старше меня. А возможно, просто у меня куриная память. Вот реально. Он рассказывает какие-то истории, как я себя вела в детстве. Как мы с ним ругались или ещё что-то. А я реально ничего не помню. Просто поддакиваю и смеюсь. Вот так я поддерживаю разговор, когда не знаю, о чём идёт речь. В общем, в этот день мы очень много всего успели. Очень много всего сделали. Не всё запечатлеть получилось. Но я очень надеюсь, что этот влог вам понравился. Если даже это было не так, то обязательно ставьте лайки. Пишите ваше мнение в комментариях. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока!